Вот и май, друзья, наступила моя стройка, ни на миллиметр не продвинулась, ни на веранде что-нибудь делал, ни крышу веранды, ни ту дальнюю стенку, которую там нужно забетонировать и заделать ее. В общем, ничего не делал, но зато посадил помидорки. Да, в общем, все купленные помидоры, то, что я купил, я их все высадил. Один даже заменил, потому что он там немножко обломался или подмерз, но я его пересадил в горшок, и он в горшке прекрасно растет. Помните, я говорил насчет помидор, которые привиты? Так вот, если сравнивать тот же самый сорт, бычье сердце, то вот привиты, а это не привиты. И как видим, что не привиты, он даже больше и мощнее выглядит, кустик, чем привиты. Ну, даже вот тот вот, да, это тоже из этой же серии. Вот они вдвоем. Это даже еще и зацветает. Вот. В общем, все сидят, и получается, что я не только здесь под навесом высадил, да, под защитой, но и высадил снаружи. Здесь у меня под навесом, но вот сейчас температура чуть-чуть ниже, чем 10 градусов, нет, сколько, где-то 10, 14 градусов, да, 14 градусов. Вот, но здесь теплее под навесом, вот. Тем более, что я и говорил, что у меня вот эта часть открыта, здесь снизу открыто, вверху все выветривается, вот, и нету вот этих здесь дверей. Но, в принципе, здесь намного теплее, чем снаружи, и днем здесь бывает, повышается температура до 28 градусов. Это при том, что все открыто. Также у меня вот здесь высажены томаты разного сорта, и здесь, где синичник, вот здесь, получается, у меня два перца, один желтый, другой красный, и тоже четыре томата. А насчет птичек, они уже полностью различают свой, чужой, и даже если я, как бы, цыкну, ну, как раньше, допустим, делал, да, то они никак не будут реагировать. Вот прилетели кормить, вот, недовольны, недовольны, все, лазуревки, и вот, если они прилетают кормить, тогда птенцы откликаются, а уже на меня они уже не реагируют. И я тоже открыл дверьку, и, короче, они затихают, выжимают головы в гнездо, короче, прячутся, все, они уже четко определяют, что это чужой, и это грозит опасностью. Вот в таком вот виде у меня редиска, она не везде зашла, там, где преобладает больше вредных кислот, там удобрения, да, вот полоска, здесь, как бы, меньше всего растет, больше. Вот в этой части, не знаю, что за сорт, и там, сажал какой-то, наверное, обычный, там тоже, ну, здесь разносортица. И вот, буквально, еще, наверное, два дня, и можно уже приступать к активному поеданию редиски, свежей, тем более, что ботва такая прям хорошая, она выглядит. Но мы вчера уже для салатов, мы уже, наверное, рвали. И вот в этой грядке, у меня здесь перцы сидят, один кустик томатов, ну, и разные, допустим, перцы, есть пепперони, есть кокчили, и так далее. В общем, я тут тоже разные посадил. Вот такой чеснок, прям в некоторых местах, он там такой мощный, толстый, прям хороший. Так зарос у меня этот фельд-салат, полевой салат, и кальраби, кальраби уже формируются эти плоды, такой тоже хороший. Влаги достаточно здесь, даже если не поливаешь, вот, в принципе, достаточно, потому что сама вся грядка, она такая влагоемкая, много в себя всего впитывает. Женя купил Фуксии, вот она пересадила, и одна из них, ну, должна быть таким большим кустиком. Те маленькие, ампельные, а это большим кустиком, вот, и еще нужно, в общем, пересаживать. Там у меня огурцы, надеюсь, что они прорастут и дома еще, в резерве. Кстати, также у меня в резерве находится еще несколько томатов, которые, если мы выкипаем чеснок, то их можно, в принципе, туда посадить. Будет очень высоко, но, в принципе, там очень питательная почва. Здесь вот мои тюльпаны уже практически все открылись, нет, еще лезут, еще тюльпаны будут, вот, но уже практически все уже повылазили, и, значит, вот такая, у меня здесь разносортница, они разного цвета, но очень красивые. И также очень сильно разрослись клубничные кусты. В общем, некоторые долго находились в спячке, потом как-то резко проснулись, пошли, вот много уже цветов, да, появилось на кустиках, на этих тоже. Ну, вот, все идет к тому, что будет, будет в июне ягодка. В моих грядках, где картофель немножко подпортилась, да, сама картошка, но новые ростки, они пробиваются, в общем, пойдет новая. Вот, как, допустим, как здесь, довольно-таки большой уже кустик повылазил, вот, но остальное тоже уже на подходе. Я вчера так немножко присыпал, не знаю, может быть, то, что я убрал солому, и эти кустики, которые вылазят, они на солнце подгорели, вот. Ну, теперь новые, короче, вылазят. А вот в той части, над самым, над забором, ну, там кустики видно, да, их там несколько штук повылазило. Вот это тоже картофель там, у меня то, что лишний был, я там посадил, вот он там тоже повылазил, и хорошо довольно-таки повылазил. В моем азалии рододендрарии, азалия распустилась крайне, сейчас распустится один рододендр, потом маленькие рододендры тоже, тот маленький распустился, но уже давно, а вот маленькие впереди должны распуститься, и еще один рододендр должен. Также у меня, не знаю, вот этот, наверное, тэпик флокс, да, расползся, вот, и здесь тоже несколько кустиков клубнички моей. И в этой части тоже, я хоть и посрезал цветы нарциссов, но вот тюльпаны еще довольно-таки хорошо себя здесь чувствуют, стоят. Ну, и если так посмотреть, тоже моя, мой газон потихоньку зарастает, я его поливаю, поддерживаю в нормальном состоянии, ну, там, где я чаще хожу, вот, получается, сейчас я там тоже прохожу. Ну, вот, он, конечно, плохо всходит, стараюсь, но я думаю, что все равно вырастет. Разрослись кусты роз, вот это вот, вот это большим кустом вообще растет, и вот этот здесь тоже красивые такие розовые розы, и уже даже появились цветоносы. Здесь тоже птенцы, они, вон, пищат, пока пищат, скоро начнут, как обычно, синицы стрекотать. Вот эти синицы, раз, здесь самое, наверное, оптимальное, она особо не боится, над головой летают те же синицы, если я стою, конечно, они не залетают, но я вот, когда сажал свои томаты и нагинался, они не боятся и тоже, короче, залетают в это свое гнездо. Здесь у меня еще пока остались тюльпаны, уже практически все взошли, вот, скоро будут пионы, и вот на этой тоже грядке. Но я смотрю, что луковицы еще не все открылись, вот, представляете, вот, это взошло все, это новые луковицы, они не открылись, а здесь практически все открылись. Столько много разных этих сортов, и маки еще повылазили, тоже такие симпатичные, красивые. Но у меня и с этой стороны тоже красота повылазила, вот такие вот нарциссы. Что самое интересное, я таких нарциссов ни разу не видел, они интересно, вот, растет, допустим, стебель, и обычно из этого стебля появляется всего один цветок, а здесь же раскрывается, и здесь их куча, получается раз, два, три, четыре, пять, пять штук из одного стебелька, и еще стебельки лезут. Вот, я говорю, я таких еще не видел, и вот они у меня здесь, здесь повылазили, и вот тоже открылись. Это досаженные, наверное, я в последнюю очередь их сажал, здесь тоже нарциссы. Уже тюльпаны цветают, а нарциссы еще и есть. Уже не вот эти вот цветочки нравятся. И также подрастают и пересаженные мои розовые кусты сюда, и мои, которые здесь были, я их обрезал. Вот, вот такие рваные, интересные тюльпанчики тоже повылазили, открылись полностью. И вот здесь тоже всходит моя травка, в общем, вот эта вот фацелия высажена для того, чтобы потом она здесь заросла такой шапкой, и земля после этого, она перегниет, когда будет много всякой разной лесовой массы. В общем, жду, когда именно вот там вот прорастет. Но она как бы там тяжело, потому что и земля тяжелая. Вот видите, эти, допустим, вот здесь семена, они проросли, там проросли. Вот, в общем, потихоньку, потихоньку прорастает и там. Там, где как бы тяжелее всего, влага не задерживается. Но я вижу, она тоже всходит. И в этой части, вот, понад дорожкой, она всходит и довольно-таки хорошо всходит. Взойдет, когда все это перегниет, здесь будет очень хорошая плодородная почва. Но это не на один год. Это, как я говорил, что, наверное, года два придется ждать. И, конечно, я потом приму решение, или оставлю эту ту, если она начнет расти, или я ее все удалю и посажу лягустер. Малина, она тоже довольно-таки хорошо так разрастается. Особенно мои кустики, которые были посажены. Вот здесь есть один. Он вообще самый такой мощный. Я его посадил, он очень хорошо рос. Ну, и сейчас дальше продолжает расти. Вот. Хорошие кустики. И затягивается потихоньку, но затягивается полностью мой газончик. Да, остается несколько проблемных мест. Но я думаю, вот я сейчас работаю. Вот эти места, они трогаться не будут. Я опять покажу. Может быть, кое-где подсею семян. И, в принципе, на этом всего достаточно. Эти гортензии мы уже не убираем. Они здесь стоят, цветут. Вот, потом поставим их на грядки. Ну, и, конечно, из тех гортензий, которые вымерзли на грядке, три более-менее себя чувствуют. Пошли на побеги. А вот одна гортензия что-то не хочет вообще вылезать. Вот-вот газончик довольно-таки такой плотный, хорошо так зарос. Я жду пока он там, ближе к картофелю, он картофель, ближе к картофелю. Хорошо так разрастется, примется. Вот и будет плотный, зеленый, самокормящийся газон. И в этой части, вот у меня полезли георгины. В этой части, в этой части. И где-то посередине. Ну, это потом уйдет. Ну, в общем, георгины там тоже пробиваются. Я думал, не будет. Нет, оказалось, георгины выжили. Несмотря на то, что они вымерзают, но они у меня стояли полностью в этом сарае. Он более холодный. Ну, вот эти сорта. Это еще у меня три георгины есть помпонами. На яблоньке есть несколько цветов. Ну, не знаю, будут плоды или нет. Там у меня, я сейчас не подхожу, там такое сердечками какое-то растение. Я его как-то сажал туда. И вот там висят много сердечек. На груши уже видно плодушки. И также на черешне тоже плодушки. Только листья черешни очень сильно поедают. Я обрабатывал. Ну, опять дождь прошел. Не знаю, насколько эта обработка задержит всех этих гусениц. И вот в таком состоянии мои два оставшиеся винограда. Один винный сорт, другой столовая. Ну, это покупной из магазина. Ну, вот некоторые побеги уже довольно-таки большие. И на них я вижу соцветия, которые в будущем будут цвести. Я везде поставлял только по одной почке. И может быть даже придется проредить, потому что они довольно-таки часто сидят. Если проредить, то и винный виноград немножко будет большой. А то он такой маленький получается. Хибискус он в середине пошел. Но он позже начинает расти, потом начинает цвести. А как я сказал, ну, прям хорошо так. Роза пошла в рост. Вот здесь и земля тоже хорошая. Я сюда много листвы вносил. Здесь листовой перегной. В общем, всю почву на участке, на своем я удобрил. Теперь мне сюда нужно будет внести. Ну, вот привезти немножко полуперепревшего навоза. Все это присыпать. Земля немножко выровняется. И тоже будет хорошо для винограда. Да, с одной стороны, в общем, стройка никак дальше не продолжается. Вот, с другой стороны, я уже практически все сделал. Мне осталось только, ну, посадить огурцы. И все. И остается только полив, обработка, сбор. Больше ничего делать и не нужно будет. Ну, вот кустики смородины я тоже уже несколько раз обрабатывал. Ну, вот появляется тля, начинает закручивать листья. Но в этом году чуть-чуть немножко поменьше. Наверное, вовремя проводится обработка. Вот, хотя я вижу следы их покушения на разные части листьев. Вот, и с прошлого года еще, наверное, побаливает на эти кустики. Ну, вот этот, он как-то не очень хорошо выглядит. Немножко чахленьким. А другие, они более-менее. И появились новые побеги из земли. Проснулись, в общем, почки. Разрастается кустик. Вот этот вот, ну, прям очень хорошо. Не знаю, почему, но вот этот куст хорошо. Этот я подвязал. Крыжовник. И крыжовник тоже довольно-таки мощный. И тоже пошли из корней новые побеги. Прям радует. Так, и что еще? Ожимолость. Ожимолость и тот кусочек газона, который здесь у меня... А, кстати, у меня и огурец тоже сидит. Был и в магазине, купил какой-то, называется, пауэрн-гурка. Крестьянский какой-то огурец. Вот я его посадил. Но он у меня сидит здесь, в открытом грунте. Не накрытый. Ну, вот никак я не накрываю. А в грядке у меня где-то около 12 градусов. Ну, и вот жимолость. Этот кустик тоже очень хорошо разрастается. Этот более-менее. А этот совсем что-то чахнет. В общем, ему здесь как-то плохо, я не знаю. Может быть, там корни у него повреждаются. Хрен его знает. В общем, непонятно. Ну, да ладно. Если что, посмотрю, как размножаются эти жимолость. Может быть, зелеными черенками. И видел, встречал такое видео. Попробую, может, и размножить. И тогда, если этот не выживет, на это место посажу черенок. Вот. И здесь у меня медленно, но тоже потихоньку зарастает все травкой. Вот. Ну, так как здесь меньше всего солнца, поэтому и все процессы происходят довольно-таки медленно. Вот. Пока что на этом все, друзья. Такие вот у меня результаты на второе. Ну, а вон редиска. Редиска уже есть. Но она такая еще, знаете, чуть-чуть больше, чуть больше мелкой. Я бы даже не сказал, что средний. Но некоторые экземпляры, они довольно-таки крупные. Но она еще маленькая. Вот. Буквально ей нужно до одной недели, и она уже будет совсем большая. Быстро все эти процессы, конечно, происходят. Ну, все. На этом, на этом пока все. Всем пока. Увидимся.